здравствуйте дорогие рукодельницы и рукодельцы приветствую вас на моем канале и спешу сегодня поделиться с вами моей большой радостью моим мега приобретением это станочек stitch smart я никого не удивлю этим станком уже очень много девочек на нашем канале да и не только приобрели этот станок с удовольствием пользуется есть также группа рукодельниц которые считают этот станок непрактичным и излишне дорогим я не буду делать вам обзор на этот станок существует достаточно много уже обзоров каждый высказывался за и против этого станка такая вот вещь которая взбудораживает много рукодельниц на ю тубе я единственно выскажу свое мнение почему же все таки я решилась приобрести этот станок скажем так поглядываю я на него уже очень давно наверное с момента основания ю туба года два вот и все присматривалась нужен ли он или не нужен в принципе по обзорам девочек можно сразу с сделать свои выводы по всем плюсам и минусам и уже потом просто определяться насколько он вам будет практичным приобретая его я понимала на что я иду на знала все его минуса то что есть вибрация то что он не совсем устойчив пластиковые детали какие-то могут поломаться и это все прекрасно понимала делая заказ но чтобы решиться для себя я сделала небольшой список плюсами ну сайта восстанка потому что нет идеальных вещей все может ломаться со временем да у каждой вещи если плюсы свои минусы поэтому я решила сделать небольшой список плюс а и минуса и потом уже смотреть чего же больше в этом списке в общем то с минусами его неустойчивость хрупкость да можно в принципе смириться но все ломается нужно просто быть аккуратным об этом никто не застрахован понятное дело вот его неустойчивость и но в принципе не такой уж он и шаткий и хрупкий у алины например умудряется на него крепите вообще огроменные рамы и он держится уже да это пожалуйста вам показательную думаю что больше года у нее этот станок и прошел как бы все испытания с огромными рамами поэтому это тоже очень большой плюс доказанный в практике вот у этого станка также есть и свои плюсы то что в общем то меня и подкупила во первых это его легкость его можно спокойно взять и перенести в любое место где вы хотите вышивать я на этот год ставила себе в план и купить напольный станок такой знаете основательный с двумя ногами чтобы там ничего не шаталась ничего не не падала но такой станок предполагает стандартное рабочее место которого у меня на данный момент нет она у меня есть но он мне за столом да я работаю мне есть мой станок настольный шикарный станок он уже со мной больше двух лет ничего там не шатается ничего не ломается но минусу этого станка мы же сказали почти у каждого предмета есть какие-то минусы там нельзя свободно менять раму да там вот просто натягивается канва и можно вышивать одну работу да вот и только за столом вот поэтому как бы мне там все устраивает но иногда хочется перекочевать в другую комнату на диванчик на креслице на балкончик хочется взять какую-то другую работу конечно же я могу вышивать другую работу и на пяльцах пожалуйста но я люблю вышивать двумя руками вот я уже отучилась от этого туда-сюда одной рукой мне хочется двумя руками поэтому мне хотелось иметь какой-то станок мобильный легкий и очень не такой практичный поэтому стич смарт все больше и больше как бы меня к себе привлекал вот он легкий я могу его свободно перенести любое место я могу поменять раму поставить пяльца раму все что мне понадобится и этот станок оснащен самыми необходимыми аксессуарами это лампа и лупа ну и держатель для схем в принципе я думаю что я пользоваться особо то и не буду я люблю схему крепить непосредственно на раму магнитиком да вот нашими всеми любимыми приспособлениями да чем угодно вот а вот лампа и лупа это конечно же большой плюс вот поэтому здесь и все за и против я все-таки сделала заказ конечно сейчас там около подорожала стоимость его такая совсем не маленькая шокирующая ну ладно решили себе сделать подарок вот такой вот модный аксессуар и еще один плюс этого станка он по своему дизайну очень симпатичный такой и не испортит вам интерьера в любой квартире где бы вы поставили он сам по себе как элементы интерьера очень гармонично пишется любое местечко да вот если сравнивать с другими станками которые вот ну станок такой да ему нужно вот место видно рабочее такое вместо рукодельницы то этот станок он очень легкие воздушные и и может быть вот отдельным украшением в доме это тоже конечно же плюс вот поэтому я решилась и его заказала шел он ко мне из разных частей земного шара часть тонка шла из россии часть тонка шла из англии потому что вот на какой-то момент не было на английских сайтах лампы и лупы до вот верхней комплектации наверное это связано с тем что производитель меняет модель вот но мне хотелось приобрести старую модель мне нравится эта лампа и она проверена уже многими рукодельницами поэтому я дала предпочтение модели проверенной может быть новой лучше конечно ну вот я такой человек я уж решила не заморачиваться взять уже то что точно как бы проверено в принципе все ко мне дошло очень быстро с англии буквально за неделю из россии меня порадовала что пришло ко мне где-то за две недели все было хорошо упаковано никаких у меня нареканий вот уже я начала и пробую вышивать видите сейчас там мою работу я вам сейчас я поближе покажу что я вышиваю на этом станочке и пользуюсь я этим станком в основном на субботу и воскресенье когда у меня есть какое-то время я могу сесть на диване немножко так расслабиться папа вышивать не хочется поменять пространство вот она выходных днях извините на будних днях когда у меня мало времени там полчаса может быть да там час я вышиваю основную работу за своим основным станком все-таки для меня на сегодня основным моим станком является мой настольный станок раздвижной он очень комфортный на нем удобно работать и вот он является основной а станок стечь smart у меня вот такого дополнительная моя такая игрушка которая в принципе мне устраивает дает мне комфорт дает то что вот мне хотелось того чего у меня не хватало вот поэтому в принципе я довольна не могу кому-то советовать покупайте не покупаете это дело личное есть очень много обзоров смотрите сами как говорится решайте сами вот такая моя радость я в принципе очень очень рада что его купила и буду теперь пользоваться и вышивать давайте же я вам покажу поближе что я вышиваю сейчас на этом станке и расскажу поподробнее а вышиваю я на этом станочке мою давнюю давнюю работу мою старушку мой долгостройчик это вилла в море для моих новых зрителей которые не видели всех видео сначала я расскажу немножко предысторию о этой работе это одна из моих первых работ которую я приобрела для вышивки покупала я на местном сайте в греции здесь у нас искала что-то вышивки увидела эту работу напечатанный рисунок на конве типа страмина мелкого и приобрела здесь указаны слева и справа ниточки которые необходимы по ключу димси закупилась я ниточками и приступила дело в том что эта работа вышивается гобеленовым швом я гобелене тогда ничего не знала и стала вышивать просто полукрестом ну на данной работе не имеет это никакого значения так как канва очень жестко она не деформируется и не перетягивается хоть вы их вышиваете полукрестом хоть гобеленовым швом здесь это не играет никакого значения я вот вышиваю практически полукрестом она у меня вся вот ровная сначала приступила я к этой работе с большим интересом и она у меня пошла в общем то хорошо но дело в том что здесь очень мелкая сетка и что получается вышиваешь 23 часа вышиваешь вышиваешь а ты все вот на этом пятачке ты особо то и не продвинулся потому что шаг маленький и чтобы заполнить зашить этот участок нужно посидеть и поковыряться очень долго второй момент по которому работа до сих пор у меня уже два года до не закончена я думаю что это все-таки нанесенный рисунок когда ты вышиваешь по белой конве у тебя есть азарт а что же получится ну давай но еще пару крестиков закончить вот этот участок и будет видна ножка ручка цветочек я не знаю какой-то элемент а здесь уже видна вся работа и ты просто сидишь как в раскраске и заполняешь все цвета вот наверное поэтому тоже как бы тормозится процесс ну и третий момент то что рисунок напечатан и вот переходы цветов где вот есть смешение там несколько крестиков очень сложно определять какой цвет нужно сидеть подбирать и высматривать это очень сложно тоже вот начинаешь уставать и поэтому я тоже откладывала эту работу в общем такая работа у меня непростая но тем не менее я человек упертый я ее не бросаю периодически ковыряю и вот знаете наверное пришел для этой работы как говорится ее час тайминг настал вот и поставила сейчас я натянула на раму арабеска и вышиваю на моем станке и вы знаете она у меня очень хорошо стала продвигаться скажем так полетела я зашила вот верхнюю часть неба на часть дома у меня уже готова вышивая сейчас вот здесь белые облака море мне осталось вышить и еще два-три цвета которых у меня не хватало зашить здесь вот какие-то участки и половина работы будет точно готова нижняя часть половины она тоже практически готова там осталось несколько элементов которые нужно будет зашить поэтому я думаю что в этом году как я и дала себе слово эту работу я все-таки закончу очень хочется мне видеть ее вышитой это мой сюжет мне нравится вот такие вот греческие да и итальянские сюжеты похожие да вот пейзажи море очень люблю солнце поэтому я ее обязательно закончу обязательно повешу на стеночку буду ей любоваться вот такая вот моя работка особо вам не буду показывать продвижение потому что ну не видно я сейчас смотрю в камеру она как будто бы вся законченная не видно где выше то где не выше то но я вам буду рассказывать в принципе может быть следующем отчете она и будет закончена посмотрим вот такой вот мое еще продвижение моя вторая работа которая идет параллельно с моим персидским садом и достаточно успешно она продвигается вот то что касается работы покажу вам еще одно небольшое приобретение такое дополнение к рукодильному минуточку а еще одно приобретение это вот такая замечательная пластиковая коробка с очень позитивным и жизнерадостным рисунком велосипед и вот такой вот пейзаж я не знаю что это за местность почему-то у меня складывается такое ощущение как амстердам ну не знаю просто так вот эту коробочку я приобрела специально для своих наборов они находились у меня в в ящике в моем рабочем столе стали заполнять очень много места и очень стало сложно находить там нитки и вообще как-то мне не нравилось мне хотелось что-то поменять увидела я такую коробочку давно искала просто не было вот красивой такой картинки чтобы мне понравилось и как только я увидела подходящую мне коробочку картиночку я сразу взяла и вот сюда поместились но практически все мои наборы за исключением каких-то самых таких больших которые просто не помещаются здесь около наверное 20 наборов разложила я их по маркам производителям немножко dimension salon sweet очень много у меня реолиса моего любимого вот ну и тут мои наборчики малышки вот маленькие в общем-то так все замечательно упаковалась хочу еще купить несколько таких коробочек чтобы сложить туда канву а нитки уже оставить в ящике чтобы мне было удобно доставать их чтобы их было видно вот так то чтобы за рукой не получается закрыть ванна тут и закрою вот такие вот у меня приобретения в этом скажем так сезоне в этом месяце спасибо что вы были со мной желаю всем хорошего настроения до новых встреч и пока